На этой неделе губернатор Ростовской области посетил Каменск-Шахтинский. Сразу после этого глава администрации написал заявление на увольнение. Подводим итоги недели на блокнот Ростов. В начале недели глава региона с неожиданным визитом посетил Каменск-Шахтинский. Сразу после этого глава администрации написал заявление по собственному желанию. Дело в том, что жители давно жаловались на местные власти, состояние дорог и общественного транспорта. Исполняющим обязанности главы администрации стал Александр Срыбный. Министр здравоохранения Ростовской области прокомментировала ситуацию в Батайске. В конце августа Юлия Лаптева потеряла своего годовалого ребенка. Женщина рассказала о своей жуткой истории блокнот Ростов. Ее малыш умер буквально за несколько часов в ЦГБ Батайска. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится проверка. Татьяна Быковская призвала раньше времени не винить медиков. По ее мнению, лучше обратить внимание на родителей, по вине которых погибает еще больше малышей, чем в стенах медучреждений. Несколько дней на жидостанции Ростова жили около трех тысяч граждан Узбекистана. Они не могли вернуться домой после заработков из-за ограничений. Первое время власти делали вид, что ничего не замечают. Однако позже им пришлось прокомментировать ситуацию и принять меры. Сейчас граждане Узбекистана находятся в Каменске-Шахтинском, где введен режим ЧАЭС. Их постепенно отправляют домой, но когда они и все покинут Ростовскую область, неизвестно. 22 августа в Ростове состоялся концерт Басты. Однако в регионе запрещены массовые мероприятия из-за коронавируса. И хотя Басты в Ростове родной, власти все равно возмутились нарушением ограничений. Поэтому организаторы концерта должны заплатить штраф в 30 тысяч рублей. В пятницу 11 сентября в регионе стартовали выборы. Продлятся они три дня. Проголосовать можно за депутатов Гордома и за нового губернатора региона. Действующий глава региона и глава администрации уже проголосовали. Из-за выборов в школах сократили уроки, а в субботу объявили Днем здоровья. Кроме того, в воскресенье общественный транспорт будет работать по графику буднего дня. А самые интересные и актуальные новости читайте на сайте Блокнот Ростов. Всем хороших выходных и удачной вам рабочей недели!